Здравствуйте, Капитошки! И родителям приходилось скидываться, в том числе, на ремонт. Я понимаю этот испуг. Это проверка, а это снова детский сад номер 330. Мы продолжаем про него рассказывать. Если вы помните, неделю назад вышла серия про пищеблог этого детского сада, который нас очень удивил. Родители подозревали кишечную инфекцию, которая растет ногами как раз из этой кухни, но, казалось, все не совсем так. Посмотрите эту серию, а в этой мы расскажем о том, почему этот детский сад расходится по швам. Именно так о нем говорят родители. И, конечно, эти жалобы мы тоже идем проверять. Самый энергосберегающий детский сад. Куда ни зайдешь, везде свет выключен. К малышам мы никогда близко не подходим, потому что много эмоций обычно вызываем. Поэтому мы так, бочком-бочком. Но важно оценить санитарное состояние. Так, садик у вас довольно-таки новый по красноярским меркам. 2000 какой год вы открылись? 14-й? 13-й. В 13-м году открылись. И что меня удивило, когда речь идет про новый детский сад, много было сообщений о том, что новый ремонт быстро превратился в какой-то старый и не самый хороший. Каким группам досталось больше всего необходимости вкладываться в ремонт? Мы по возможности сами делаем ремонт. Выделяем, можем выделить краску. Мы просим помощи именно в рабочем моменте, а не материалами. Как вам качество ремонта нового открытого садика? Он пожил еще совсем недолго, ему от силы 10 лет. Но уже что-то поплыло, уже я смотрю, так это подоконник, и вот это обрамление уже пошло волной. Вот здесь вот прям отверстие туда. Как вам качество ремонта? Честно. Честная программа. Ну, конечно, хотелось бы лучше. Привет строителям, которые здесь работали, подрядчикам, которые здесь работали, людям, которые выбирали материалы, которые даже 10 лет прослужить не могут, и все вот это трескается. Будем ближе и детальнее рассматривать тот самый ремонт, для того, чтобы оценить качество работы, понять, что приходилось уже исправлять родителям. Вот здесь весь дверной косяк, он, ну, один сплошной косяк, собственно. Он уже покрылся вот этими пятнами, то ли от клея, то ли от чего, да. Он уже расшелушился, и 10 лет этот косяк не выдержал, конечно. Многие детские сады в Красноярске перегружены, это не секрет. И вот такая обстановка в спальнях, когда кроватки буквально друг на дружке стоят, это тоже для города, увы, стандартная практика для того, чтобы было больше мест. Но санитарное законодательство здесь все-таки соблюдать надо, оно касается свободного прохода между кроватями. Вот здесь, наверное, для ребятишек он свободный, для взрослых немножко, конечно, похуже. И еще одно важное требование также санитарного законодательства касается чистоты. Когда речь идет о спальне, где детки проводят много времени, где спят, хочется, чтобы там было чисто прям очень, посмотрим на состояние подоконника. Не знаю, как ты пройдешь, но иди сюда. Визуально подоконник не то, что белый, он белоснежный. У меня на него большие надежды, что он не испортит моего хорошего настроения. И он моим надеждам отвечает полностью, их оправдывает. Как раз в этой группе ребятишки только пришли с прогулки, мы никого не пугая и не вызывая никаких лишних эмоций, можем оценить обстановку в каждой группе, когда речь идет о родительском беспокойстве за здоровье детей. Вопрос чистоты, он здесь тоже очень важен, и поэтому начинаем по периметру обходить всю группу. Почти весь периметр мы обошли, опять же, из-за стесненных условий уж туда, к тем шкафам мы, наверное, не пролезем, но результат промежуточный вот такой. Влажную уборку хотелось бы повторить. Идите сами. Адекватные оценки, Кашутчик? Да, конечно. Честные? Да. Как есть. Знаете, на контрасте с перчаткой, с тем, какая она некрасивая, хочу похвалить за красивый ковер. Ковры должны пылесоситься у нас каждый день, и когда этого не делается каждый день, это всегда тоже очень видно. Здесь, ну, вот совсем там несколько крошечек каких-то есть, но по качеству ковра и по его состоянию сейчас меня это устраивает. И снова передаем привет строителям, которые работали на этой площадке, понимая, что работают для детей и создают детский сад, но, тем не менее, полы у нас вот в таком состоянии. И про это говорили родители. В каких-то группах, как писали родители, трещины пришлось чуть ли не скотчем заклеивать, чтобы они дальше не расходились. Здесь же у нас пятна, видимо, от краски, тоже не от особого хорошего отношения к своему делу. Но и самое главное, вот здесь, я так понимаю, у аварийного выхода, да, на улицу, очень холодный пол. Если вот здесь походить босыми ногами, точно можно всей группе какой-нибудь карантин словить. А здесь рядом у нас кроватки. У них выбора нет, они, конечно, в сандаликах ходят, до кроваток, я бы тоже на их месте именно так ходила. А вот эти все отверстия в полах, это что, это уже следы эксплуатации или это тоже следы не очень качественного ремонта? Следы эксплуатации. Что-то поэксплуатировали, когда речь идет о детях. Вопросы эксплуатации стоят остро. Ну и вопрос чистоты полов здесь стоит острее, чем на кухне. Посмотрите, один пятачок я рукой погладила и все. Надо сотрудников кухни на мастер-класс сюда преподавать, прислать, проверить чистоту еще и в группах, чтобы она была такая же, как на пищеблоке. К обеспеченности садика в плане ремонта у родителей вопросы есть. Вот по количеству игрушек и насколько сад обеспечен ими, вопросов нет. И я, в принципе, понимаю, почему. Во-первых, потому что игрушки в наличии их много. Во-вторых, потому что они проходят специальную обработку. Это тоже прописано в законе. А вот чем обрабатывают? Специальные средства, которые есть в каждом детском саду, ну, далеко не в каждом хранятся под замком. Но, судя по тому, что здесь на кухне продукты, под замком здесь, да, проблемы не будет, вот этот шкафчик закрыт. И это суперважно, чтобы у ребенка не было ни в коем случае доступа к вредной и опасной химии. И ситуация с полами тревожная. Она такая не в одной группе и не в одном помещении. Она буквально по всему детскому садику вот такая. Она, конечно, говорит нам о каких-то более серьезных конструктивных проблемах, когда у тебя вся плитка трещит по швам, пол неровный. Это, во-первых, повод всегда запнуться, а маленьким детям и так много для этого не надо. Ну, во-вторых, повод задуматься, когда придется делать следующий ремонт после, казалось бы, свеженького. Очередная группа и очередное подтверждение жалобе родителей. Детский сад трещит по швам и вот буквально расходится напополам. Там и здесь у нас трещины, и здесь трещины, убегающие под ковер. Такая ситуация по всему саду. Причем там была только верхушка айсберга. Посмотрите, что происходит дальше. Трещины, трещины, трещины. И вполне уже такие серьезные, которые раскололи кафельную вот эту плитку просто напополам. Это уже не трещины, это уже разлом какой-то тектонических плит. Все в трещинах. Чем дальше в сад, тем глубже трещины. В группу зайти, по сути, просто невозможно. И вот это уже касается нормы Санпина. По полам, по их гладкости, по невозможности запнуться и упасть. Здесь можно не то, что запнуться, а провалиться в эту трещину. Вот это заклеивали скотчем, может быть, про это родители писали. Но здесь уже скотчем-то не спасти. Это быстро разошлось после того, как ввели сад в эксплуатацию? Или только сейчас? Ну, когда я пришла сюда. Посмотрите, это уже было. То есть почти сразу. И эта трещина, она идет дальше по всей группе. Знаете, когда делают какие-то детские лабиринты, ходилки, бродилки. Вот здесь бродилка создалась сама собой. И вот то, что у вас сейчас под ногами, это, видимо, ее эпицентр. Это прям страшненько. Слушайте, оно не уйдет вообще вниз рано или поздно? У вас группа раскололась пополам. Просто пополам. Мне немножко страшновато. Я, может быть, на всякий случай отойду. И оно прям идет, весь этот разлом до самого окна. У нас комната расколота ровно пополам. А здесь находятся ребятишки. У детей такие глаза. Дети у меня тоже такие же глаза. Я смотрю, что эти трещины, они не только туда к окошку уходят, они и туда в группу уходят. У вас здесь просто все имя исчерчено, все разломано. И вот туда под шкафы все это уходит. Вся группа. Вы уже на это жаловались, просили это исправить? У нас есть написаны письма, выдано подписание об устранении. А когда устранят? Когда выделят вам денег на это? Говорят? Нет. Очень ждем. Очень ждем. И проверка присоединяется к этому ожиданию. И надеется, что наше появление здесь тоже немножко процессы простимулирует, потому что это, правда, уже не небезопасно. Вторая серия про детский сад номер 330 оказалась, увы, не такой позитивной. Если в прошлой серии мы видели, что пищеблог проверку прошел, и нас это обрадовало, то в этой серии мы поняли, что проблемы садика, они в прямом смысле намного глубже. Они уходят корнями в какие-то слои фундамента, в те ошибки, которые допустили строители при работе над этим объектом. И что особенно страшно, детский сад заявляет о проблеме, просит у управления образования помочь и вмешаться, но пока этого не происходит. Конечно, эта ситуация, проверку новостей ТВК не проходит. И мы очень надеемся, что вмешательство в эту ситуацию, в эту проблему случится раньше, чем может произойти какое-то ЧП, к которому, видимо, пока все идет. Я напоминаю, от нашей проверки никто не уйдет. Екатерина Кашучик, Вячеслав Кибиков, Новости ТВК. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова